Видео подготовлено сайтом Рокки ТВ. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника алгебры 7 класс, автора Мерзляк, Полонский и Кир, под номером 900. Нас просят найти значение выражения, если известно значение переменных. Для того, чтобы находить значение, мы сначала упростим с вами выражение. Итак, под номером 1 найдем с вами разность произведений двух членов. Вспоминаем, как мы умножаем многочлен на многочлен. Мы каждый член первого многочлена умножаем на каждый член второго многочлена, а потом приводим подобные слагаемые. Итак, 2 умножаем на 5, это 10. 2 умножаем на минус 1а, это будет минус 2а. 3а умножаем на 5, плюс 15а. 3а умножаем на минус 1а, минус 3а квадрат. Минус, оставляем скобки, и в скобках мы перемножим два двучлена, потому что, когда перед скобками стоит знак минус, нужно менять все знаки на противоположные. Чтобы нам не делать два логических действия одновременно, мы сначала перемножим двучлены, а затем поменяем знаки. Итак, 2 умножаем на 5, это 10. 2 умножаем на а, плюс 2а. Минус 3а умножаем на 5, это будет минус 15а. И минус 3а умножаем на 1а, будет минус 3а квадрат. Переписываем 10. Минус 2а плюс 15а, это то же самое, что от 15а вычесть 2а, это будет 13а. Минус 3а квадрат. Открываем скобки, перед которыми стоит знак минус. Этот минус не пишем, скобки не пишем, но все знаки в скобках меняем на противоположные. Итак, в скобках у нас плюс 10, пишем с противоположным знаком, минус 10. 2а минус 15а, это минус 13а, меняем знак на противоположный, будет плюс 13а. И перед 3а квадрат, сайт знак минус, в скобках меняем на противоположный, будет плюс 3а квадрат. Итак, мы видим, что минус 3а квадрат и плюс 3а квадрат взаимно уничтожаются, потому что коэффициенты противоположные числам. От 10 вычитаем 10, это тоже 0, взаимно уничтожаются. И остается 13а плюс 13а, это 26а. И тогда при а, равном минус 1,5, мы получаем с вами числовое выражение 26, умножаем на минус 1,5. Поскольку это произведение двух чисел с разными знаками, то результат отрицательный. Ну и теперь находим произведение, умножаем 26 на 1,5. Вначале мы умножаем так же, как умножали бы целые числа. 6 и 5, 30, 0 пишем, 3 запоминаем, 2х5, 10 и 3 запоминали, 13. 26 умножаем на 1, 26. Складываем. Сносим 0, к 3 прибавляем 6, это 9, к 2 прибавляем 1, 3. И вот теперь вспоминаем про запятые. У нас после запятой стоит только один знак, поэтому отделяем один знак запятой. И мы знаем, что после запятой, если стоят нули, их можно отбросить. Это будет 39. Итак, мы упростили выражение, нашли его значение, и оно равно минус 39. Под номером 2. 3а плюс b в квадрате минус 3а минус b в квадрате. Давайте посмотрим на это выражение, и как его можно прочитать. Это разность квадратов двух выражений. Первое выражение 3а плюс b, второе выражение 3а минус b. Воспользуемся формулой. Разность квадратов двух выражений равно произведению разности этих выражений. От первого выражения 3а плюс b вычитаем второе выражение 3а минус b. Поскольку мы вычитаем разность, то меняем знаки на противоположные. Будет минус 3а плюс b. Это мы нашли разность выражений. И умножаем на их сумму. 3а плюс b плюс 3а минус b. Это мы воспользовались формулой сокращенного умножения разность квадратов двух выражений. Итак, в первых скобках 3а и минус 3а взаимно уничтожаются. b плюс b это 2b. Во вторых скобках b и минус b взаимно уничтожаются. 3а плюс 3а это 6а. 2 умножаем на 6, это 12. Мы знаем, что множители можно переставлять местами, от этого произведения не изменится. И дописываем буквенную часть а, b. Все, мы упростили с вами выражение. И теперь найдем его значение. При а равном минус 3,1. Обратим внимание, что а является множителем. Поэтому сразу представим это смешанное число в виде неправильной дроби. Это будет минус 3х3,9. Это мы 3 умножили, целую часть умножили на знаменатель. И прибавляем числитель. Получаем минус 10. Знаменатель без изменений. 10 третьих. И b равным 0,3. Поскольку множитель а мы с вами записали в виде обыкновенной дроби, то и множитель b тоже давайте запишем в виде обыкновенной дроби. 3 десятых. И запишем то числовое выражение, которое мы получим. 12 умножаем на а. А у нас минус 10 третьих. И умножаем на 3 десятых. Результат будет отрицательный, потому что 1 множитель отрицательный, 2 положительных. Количество отрицательных множителей нечетное. А теперь обратим внимание, что 10 третьих и 3 десятых – это обратные числа. Их произведение равно 1. Поэтому 12 умножаем на 1 – это 12. Итак, значение данного выражения равно минус 12. Все, мы справились с вами с заданием. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, есть предложения или замечания, оставляйте их, пожалуйста, в комментариях под этим видео. До свидания. До свидания.